саша привет расскажи нам о том чем ты сейчас занимаешься и ответ на главный вопрос своей темы этот путь от стажера до руководителя привет спасибо большое что пригласили выступить я очень рада быть здесь и рассказать вам свой опыт я надеюсь что он вас подвигнет на ваши рекорды и вы сможете стать лучшей версией себя я сейчас да действительно руководитель проекта энергия москвы этот проект направлен на развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры чтобы город сделать чище чтобы воздух был чище чтобы дышалось лучше чтобы жилось комфортнее и конечно я расскажу как я к этому пришла вообще этот путь от стажировки до руководством проекта он разделяется на четыре этапа это отбор на стажировку это сама стажировка это трудоустройство ради чего мы все сюда приходим и пришли и сама работа отбор на стажировку это непросто на это нужно терпение я слышала что здесь есть те которые не прошли на стажировку с первого раза не теряйте надежды пробуйте еще раз подумайте где вы ошиблись может быть вы неправильно оформили свою анкету обязательно пробуйте потому что стажировка это всего лишь начало большого очень интересного иногда трудного но увлекательного пути после отбора вы попадаете на стажировку это важный шаг в вашей карьере и этот шаг вам помогают сделать кураторы и наставники а также те люди которые вместе с вами пришли на эту стажировку на этот отбор и здесь надо показать себя надо не бояться новой работы не бояться того что вы пришли без опыта может быть вы и с опытом пришли но он немного другой или вы хотите сменить направление и обязательно слушайте то что вам говорят кураторы это что вам говорят наставники потому что мы я сейчас тоже являюсь наставником мы делимся тем опытом и теми знаниями которые мы приобрели за какое-то количество лет работы за какое-то количество лет своей жизни и я всегда всем своим стажером говорю что ребят представляете я вот это вот узнала в 25 лет допустим а вы это узнаете в 20 то есть у вас есть ключи от огромного будущего счастливого и успешного и здесь самое самое главное для чего мы приходим это трудоустроиться и либо вы можете трудоустроиться на одном из этапов стажировки возможно есть свободная вакансия в отделе в котором вы стажировались а возможно такой нет здесь честно не бойтесь да не думайте а зачем тогда меня сюда пригласили я же хочу трудоустроиться в вакансии тут свободных нет у меня такое было на первом этапе мне в первый день моей стажировки сказали ну саш привет но у нас вакансии нет не надо здесь опускать руки во первых вакансия всегда может появиться и она кстати в конце стажировки появилась действительно вот во вторых вас могут пригласить из другого отдела из другого управления может быть из другого органа исполнительной власти потому что есть сарафанное радио все хотят к себе на работу человека во первых с которым либо они знакомы либо кто-то за него поручился потому что убрать незнакомого человека всегда страшно для самого руководителя не то чтобы страшно но ты понимаешь что не знаешь этого человека ты не знаешь как бы вот ты дашь ему серьезную важную задачу которую он должен выполнить к определенному сроку а он допустим там безответственно к этому отнесется поэтому показывайте себя и не бойтесь делать что-то новое и что-то сложное тема путь от стажера до руководителя расскажи об этом пути то есть он был простой легкий с какими трудностями ты столкнулась и в своем ответе отрази а вот какими качествами например я должна обладать для того чтобы после стажировки попытать удачу заявить о себе и пойти на например руководителя проектов я понимаю что я начала самого начала скажем так с истока этого пути но это не просто так когда мы на стажировке нас все оценивают на нас пишут какую-то рецензию отзывы наши наставники наши кураторы меня на мое место работы после стажировки пригласили не из тех органов исполнительной власти где я стажировалась но мой работодатель обратился к куратором стажировки и сказал дайте мне там лучших 10 ваших выпускников стажировки и таким образом он нашел меня и выбрал как можно скажем так повлиять на то чтобы тебя выбрали во первых это хорошее резюме во вторых это хорошая фотография в третьих и самое главное наверное это хорошие отзывы твоих наставников потому что к ним обращаются за обратной связью а действительно ли этот там стажер этот выпускник этот кандидат он действительно такой хороший вот вы трудоустроились после стажировки да это самый ответственный путь вашей карьерной лестнице и здесь не надо забывать что все складывается из мелочей то как вы выглядите то как вы разговариваете грустный вы или вы улыбаетесь проблемный вы сотрудник или вы лояльный сотрудник и самое главное пытаться всегда быть лучше каждый день самого себя не смотрите на окружающих что кто-то там какому-то возрасту уже там руководитель проекта да или еще чего-то для кого-то может быть сложно даже там после удаленки встать дивана и пойти на работу но если вы это смогли сделать скажите себе спасибо я молодец и таким образом вы будете давать себе вдохновение идти дальше и вы не перегорите чтобы стать руководителем после какой-то должности там допустим должности аналитика или менеджера здесь у вас конечно должен быть во первых запал интерес к работе вы должны любить и не относиться к ней как к работе и к переработкам вы должны делать это во первых для себя для города для окружающих для москвичей для гостей вы должны стараться быть каждый день лучше и сильнее да это трудолюбие да это терпение да это инициативность эти все качества они необходимы чтобы действительно добиться какой-то высокой должности давай по порядку вот ты прошла стажировку у тебя хороший отзыв ты в топе лучших выпускников тебя приглашают на работу на какую позицию тебя пригласили аналитик аналитик а сейчас у тебя руководящая позиция у тебя есть люди в подчинении допустим я прохожу схожий путь вот кто-то из вас да например вы попадаете на стажировку и вы крутой стажер вам предлагают позицию аналитика что нужно сделать чтобы потом и сколько времени должно пройти если такое если я чувствую что я хочу быть руководителем проектом но я очень молод что мне нужно сделать чтобы мне дали такую возможность показать себя не отказываться ни от какой работы то есть нельзя прийти на работу и сказать ой я это никогда не делал да как бы либо там научите меня либо ну пусть кто-то другой сделает ты учишься сам даже если ты это никогда не делал понятно у нас есть коллектив у нас есть отличная замечательная команда которая если что подскажет но в любом случае у этой команды не так много времени тебя учить у твоих руководителей не так много времени тебя там научить каким-то задачам и например там написать письма о которых тут ранее говорилось вы должны либо уже это уметь либо очень быстро учиться то есть надо читать книги надо проходить курсы надо все это делать не бояться учиться то есть если вас поправили если вам дали какую-то критику какую-то обратную связь радуйтесь не говорите что это боже ну что это такое я не хочу это слышать на работе вот я написала неплохое письмо почему я слышу что она какое-то не очень хорошее обратная связь это наоборот очень хорошо это значит что вас заинтересованы поэтому делайте каждый раз лучше чем день назад и берите работу берите сверх нормы работы будьте инициативны если вы слышите что тут какой-то у нас новый отдел новый проект и может быть новое управление идите туда говорите что я могу помочь давайте я что-то сделаю тогда на вас обратят внимание и не нарушайте сроков не нарушайте дедлайны важнее этого я даже не знаю что может быть потому что какая работа бы она не была даже если вы ее не сделали идеально вы ее там допустим но не успеваете вы сделать там на 160 процентов из 100 вы ее сделали допустим на 98 процентов но вот у вас дедлайн отправьте так как вы успели сделать потому что если вы вообще не отправите но считаете что это просто ноль вот поэтому поэтому надо следовать этим советам и я уверена что у вас все получится подскажите пожалуйста какая конечная цель проекта энергии москвы обеспечить легкий переход на электротранспорт скажем так ну то есть во первых да если говорить про про цель этого проекта это сделать город сделать транспортную инфраструктуру лучше для электромобилистов это сделать жизни граждан лучше в плане воздуха в плане минимизации уровня шума потому что электромобили они без шумны и нет выбросов парниковых и остальных которые вредны для человечества это первое а второе это естественно обеспечить этот переход на электротранспорт и как минимум установить 600 зарядных станций для электромобилей к 2023 году спасибо за ответ еще один вопрос от участников онлайн как сохранить изначальный запал страсть к работе и при этом не перегореть как сколько кстати извини за такой вопрос вот во сколько можно стать руководителем вот по твоей истории во сколько ты стала работать 25 вот как 25 лет стать руководителем и спустя там пару месяцев и не перегореть и не захотеть прийти домой просто лежать под одеялом но иногда это хочется сделать в любом случае если ты работаешь 24 на 7 нужно очень хорошо отдыхать нужно уметь переключаться потому что ну честно мне даже снится моя работа мне снится постановление которые я читаю и какие-то даже решения задач мне приходят во сне иногда я думаю что господи как круто я могу работать постоянно я просыпаюсь каким-то решением и думаю здорово вообще как бы я не потратила время не зря но все-таки иногда нашему мозгу надо отдыхать поэтому смотрите netflix ходите на курсы иностранного языка гуляйте встречайте с друзьями это тоже очень важно потому что чем вы скажем так более отдохнувшие чем вы больше чувствуете себя что вот вы порхаете тем более вы эффективный работник тем более лояльны вы руководитель для своих подчиненных потому что это все-таки работа командная если ты сам перегоришь если там у тебя будет плохое настроение то ты конечно можешь себя как-то неправильно некрасиво повести со своей командой и это очень плохо скажется на вашей коллективной работе этого нельзя допускать поэтому разрешайте своей совести отдохнуть и проводите время с удовольствием добрый день у меня такой вопрос вот вы рассказываете про энергию москвы как вы развиваете в москве все а вот есть какие-то похожие департаменты которые будут развивать другие города в россии если вы об этом знаете но как бы интересно в таком формате я правильно расслышала другие города да да ну во первых мы департамент все таки города москвы то есть в первую очередь мы да мы развиваем москву но естественно есть пилотные города которые в этой сфере развивают ну сферу электротранспорта то есть это санкт-петербург это казань это владивосток сахалин все эти регионы они развивают сферу электротранспорта и естественно там есть свои министерства департаменты которые у которых тоже есть такая цель развивать эту сферу развивать экологичный вид транспорта переходить на более чистый вид транспорта я очень верю в эту стажировку я очень верю выпускников стажировки поэтому я с удовольствием продолжаю сотрудничать с вами и всегда прошу вас 10 резюме лучших выпускников стажировки и таким образом тоже мы пополняем нашу команду вот например у нас полина сидит в аудитории тоже выпускники стажировки пришел на скажем так параллельный проект нашу команду именно благодаря тому что она выпускник стажировки и быстро учится за вакансии подтверждаю у нас формируется по завершению стажировки профессиональное сообщество карьерная лига вот как раз таки саша часто нам направляет вакансии мы таким образом даем понять выпускникам где они могут себя дальше реализовать и спасибо за то что берете наших выпускников и тут вопрос много ли вакансии в департаменте удаленной работы у вас есть такие вакансии чтобы на сто процентов удаленная работа была нет потому что в любом случае какая бы не была работа там например дизайн и можно подумать туда ты можешь сидеть удаленно и рисовать логотипы к примеру в любом случае ты соприкасаешься с бумажной работой когда тебе нужно там что-то принести что-то подписать то есть на сто процентов удаленной работы я думаю что нет но в любом случае разные режимы тоже рассматриваются то есть иногда не обязательно посещать офис ежедневно спасибо за ответ еще вопрос сложно ли быть руководителем в первое время набирала ли ты команду с какими трудностями столкнулась ну наверное что-то новое это всегда приносит очень много удовольствия но иногда да действительно это бывает непросто не просто быть руководителем проекта до вести все направления брать большую ответственность ежедневно ежеминутно принимать какие-то решения но это очень интересно и обычно от никто не отказывается как бы это ни было трудно сложно быть руководителем хорошим руководителем для своих подчиненных кроме того чтобы там давать какие-то задачи где-то подсказывать где-то направлять где-то подталкивать хочется еще при этом оставаться человеком и входить какие-то мы скажем так сложности непростые ситуации своих сотрудников и совмещать это приходится с нереальным темпом работы потому что очень много задач но при этом как бы мы понимаем что есть какая-то личная жизнь у наших сотрудников кто-то женится у кого-то пары и естественно мы пытаемся это сшить воедино нашу жизнь и да бывает непросто но это очень классно чтоیں а и для Продолжение следует...